На встречу к детям или когда теплые встречи становятся доброй традицией. Воспитанники детского дома в очередной раз принимали гостей. Там прошел уже ставший традиционным и популярным день открытых дверей. На встречу с воспитанниками учреждения пришли не только неравнодушные жители, но и потенциальные родители. В результате проведенного дня открытых дверей одна семья проявила заинтересованность. Всего в детском доме воспитывается 42 ребенка. Там, по словам директора учреждения Ирины Сумароковой, возможно, 11 детей до конца года передадут на воспитание в семье. Я очень люблю их и очень с ними иногда балуюсь, веселюсь. Когда спрашиваешь у ребенка, что он любит больше всего, ожидаешь услышать очевидные детские ответы, вроде гулять, есть шоколад или смотреть мультфильмы. Но эта маленькая девочка сразу выдала совсем неочевидный ответ. Не задумываясь, она сказала, что больше всего любит своих сестренок. У Ксюши Фроловой их две – Настя и Лена. Они тоже живут в детском доме. О своих младших старшая сестра говорит с особой нежностью. Настя Фролова Дмитриевна учится в пятой школе, первый Г класс. А Лена, она еще маленькая в садик не ходит. Вот ей шесть лет. Она на следующий год пойдет в школу. В средней Ксюше помогает делать уроки, а с младшей играет. В свободное время девочка любит кататься на велосипеде, лыжах, коньках и делать подделки из перьев, блесток и пуговиц. Умение делать что-то своими руками в день открытых дверей показали все воспитанники детского дома. Вместе с гостями ребята вырезали, клеили, рисовали и складывали оригами. На одном из мастер-классов девочкам показали, как из обычных ниток сделать незатейливую куколку. Юные рукодельницы были в восторге. Разрезать по бокам все, потом взять нитку, так крутить, крутить, потом завязать, там на узел снять и все готово. Мастер-классы мы организовываем для того, чтобы показать наших детей, что они у нас умеют делать. Что умеют делать, как себя ведут в общении со взрослыми и с другими детьми, какие эмоции выражают в игровой обстановке. Именно за этим приходят сюда в день открытых дверей. На праздник к воспитанникам детского дома пришли целыми семьями. Кто-то просто не остался равнодушным и захотел подарить детям частичку своего тепла. А для кого-то этот день стал важным по другой причине. Ведь в первую очередь двери детского дома открываются для потенциальных родителей. Именно в такие дни они могут провести с ребятами время и принять для себя важное решение. Вы знаете, есть у нас один случай, такой достаточно показательный. Это в 2014 году или в конце 2013, я сейчас просто не помню, когда пришла у нас одна семейная пара. И вот посмотрели ребяток и для себя приняли как раз решение взять их. Буквально где-то в октябре месяце они забирают у нас четверо ребят воспитывать, как маленький детский дом у них будет. Тех, кто хочет взять в свою семью ребенка сироту или ребенка, оставшегося без попечения родителя, одолевает масса вопросов. И это правильно, говорят педагоги детского дома. Поэтому в рамках Дня открытых дверей проводится заседание Куба потенциальных родителей. Участники обсуждают множество тем. На этот раз специалисты рассказывали о финансовой поддержке приемных семей. Отмечу, что следующий День открытых дверей пройдет в декабре и будет приурочен к одному из самых любимых детских праздников в Новому году.